31 700 рублей за квадратный метр. Такую компенсацию на покупку нового жилья получат пострадавшие при обрушении дома в Магнитогорске. Деньги предназначены для тех, кто жил в 7 и 8 подъезде дома на Карла Маркса 164. Именно они были разрушены при взрыве газа. Сумма утверждена в правительстве страны. А контролировать расходование средств будет вице-премьер Виталий Мутко. Обеспечить жильем необходимо 101 семью. Это почти 300 человек. И в целом из резервного фонда правительства России на это будет выделено 147 миллионов рублей. Из расчета 31 725 рублей за квадратный метр. Риэлторы заявляют, что этой суммы будет достаточно, чтобы приобрести новые квартиры. Причем у пострадавших будет выбор, как и жилье в новостройках или на вторичном рынке. Сумма, которая нам сегодня озвучена, мы считаем, что она вполне достаточная. Речь идет именно о достойных условиях. Глава нам отдельно, господин Бердников, поставил такую задачу, чтобы мы постарались, сделали все возможное, чтобы подыскать достойное жилье для граждан. Известно, что в двух разрушенных от взрыва газа подъездах было 16 трехкомнатных квартир, 48 двухкомнатных и 40 квартир с одной комнатой. Федеральные деньги будут перечислять не напрямую пострадавшим, а насчет продавцам сразу после регистрации сделки. По данным риэлторов Магнитогорска, люди, как правило, не хотят менять район. Тем более, что улица Карла Маркса – это самый центр города. Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в Магнитогорске в январе составила полтора миллиона рублей. Самый дорогой квадрат традиционно в однокомнатных квартирах – 31 500 рублей. В двухкомнатных метр стоит 30 100 рублей. Трехкомнатные еще на 150 рублей дешевле за квадрат. Продолжение следует...